Здравствуйте дорогие друзья! Подводим итоги нашей недельной главы Пинхас. Обратим внимание на очень интересные моменты. Маше, великий Маше Робейну, не только не суждено было ему войти в землю Израиля, но его сыновьям было суждено остаться незамеченными, когда уже начали искать преемника. Бог отказал Маше от того, чтобы его дети наследовали ему. И вот это, кстати, была вторая трагедия Маше. Но обратите внимание, когда мы говорим о Боге, о том, что мы от него что-то хотим, самые близкие люди, которых он называл своими, Яков, рассказывает страшно его судьба, как он жил, все это, что с ним было. Давид Бесконечный написан, это мой любимый певец, всякие проблемы и так далее. Авраам и так далее. То есть Бог не так понимает это, как мы. Бог понимает прекрасно другое, что на этот короткий промежуток времени, который нас сюда посылает, вот такое, знаете, чувство расслабленности и лежание на боку, оно вредно, никому не нужно и не показывает любовь. Это как ребенка все время кормить конфетами с детства, не давая вставать с кровати, и что из него вырастет, и что с ним будет. Пинкас получил большую награду, написано. Не только священнослужение, которое он может оставить наследство своим детям, то есть как самое главное, да, извините. А в противовес этого Машера Бейну не может оставить своим детям наследство и руководство еврейским народом. Это удивительно, надо обдуматься в это, нам не зря это рассказывают. Ведь Маше великий человек, он не раз отвращал гнев Всевышнего от сынов Израиля и так далее. Когда пришло же время покинуть его этот мир, он просит Бога, и Бог говорит нет, отказывает ему. Он говорит, Иошу назначишь. Почему Пинкас удостоился такого расположения, и причем за одно деяние, а Маше нет? Любавический Ребе в одной из своих бесед поясняет, что ответ заключен только в одной фразе. Возревновал ревностью среди вас. Маше и Пинкас – это два разных пути достижения задачи, которые ставит Всевышний перед нами. Наша идеальная цель состоит в том, чтобы очистить материальный мир, привнести в него свет и добавить святости. Мы можем добиться этого двумя путями. Первый, так как Маше, он передавал народу Тору, учил Тору, приносил божественный свет. Вот то, что мы, в общем-то, с вами сегодня чем и занимаемся. То есть увеличиваем свет путем его распространения. С другой стороны, и Пинкас – это тоже важный путь служения. Он заключался в личном перерождении. Вот сам я совершу тшу, раскаяния, очищаюсь и этим самым очищаю материальный мир и делаю мир более приспособленным для принятия божественного света. Было такое же, если вы помните историю Герцедека, графа Потоцкого, перешедшего в иудаизм, которого сожгли на костре, написано в Кабале, что в этот день нечистота мытья, что оставалась нечистота на грязных руках, в огромном количестве ушла из этого мира. То есть мир очистился и переродился. Героический поступок Пинкаса, в свою очередь, в нашей индийной главе, он тоже написано, очистил окружающую действительность. Материальный мир стал более приспособленным. И осталось это навсегда. И вот то, что осталось навсегда, оно как бы и передалось навсегда. Что касается действий великих лидеров, которые там что-то делают, и действия на период их работы. Но есть еще и положительные вещи другие. Вы знаете, пишут мудрецы, что трагедия Маше была утешением для Израиля. Тора это их наследство написано. Тот факт, что преемником он был не сын его, а стал Иошуа бен-нун ученик, означало, что каждому человеку нет такого выделенного, что вот это кокоинство, что нельзя человеку претендовать никакому. Оно выделено и идет по какой-то линии. Нет, вот это корона лидерства, корона возглавляющая, можно сказать, движение еврейского народа к Машеху. Она свободна, у всех есть надежда, каждый может заслужить ее. И у каждого человека есть ее час, написано в Талмуде. И если что-то еще пока не получилось, говорят мудрецы, все время, пока в сердце остается стремление к определенной цели, это знак, что на небе желают, чтобы человек просил об этом в своих молитвах. Надо увеличивать молитву. Вообще молитву, только правильное понятие, молитва это не просьба дай, дай, дай. Это просьба о приближении и понимании. И в этот шаббат, особенно вот этих дней, которые начался, давайте просить в наших молитвах у него о приближении к себе и понимании, что мы понимали его хоть чуть-чуть. И он хотя бы в какой-то мере прощал наше непонимание. Брахава Ацлаха, шаббат шалом, всего самого-самого лучшего. Субтитры сделал DimaTorzok